Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня я хочу познакомить вас, как работать в YouTube Page. Зайдите на сайт map.edu.page.org Наберите свой пароль, наберите свой логин и перед вами загрузится титульная страница. В этой странице, в центре, вы видите расписание на текущий день. Слева вы увидите пункты меню. Посмотрим, что означает пункт уведомления. В уведомлении у вас будут отображены все события, которые происходили на данном курсе. Не следует выполнять все задания, которые отображены в уведомлениях. Кроме заданий домашних, вы можете видеть оценки, которые были отправлены преподавателем вам на YouTube Page. Следующая страница – это классный журнал. На классном журнале или в классном журнале вы можете видеть расписание на текущий день. Вы можете выбрать любой день и посмотреть расписание на любой день, выбранный в календаре. Вы можете просмотреть свои оценки, текущие оценки по датам. Например, основы экономической теории оценка пятерка была проставлена 10 апреля. Вы можете посмотреть сводку оценок за определенный период. Например, по основам экономической теории выставлено три оценки и показана средняя арифметическая оценка. Вы можете посмотреть учебные планы. В верхней части вам нужно выбрать дисциплину. Например, дисциплина автоматизированные информационные системы или программирование любой абсолютной дисциплины. В учебном плане дисциплины программирования отображены последние темы. Вы можете зайти в тему, посмотреть материал. Отображаются также оставшиеся темы этого плана. Можно выбрать другую дисциплину. Например, экономическая информатика. Вы можете выбрать дисциплину автоматизированные информационные системы. Последние темы пройденные. Нумерация начинается снизу вверх. Это первая тема, которую прошли ребята. Это вторая. Это третья. И увидеть, какие темы остались еще для изучения. Если вы перейдете в меню результаты, вы можете увидеть все домашние задания, которые вам назначены и которые вы выполнили. Например, по дисциплине автоматизированные информационные системы назначены домашние задания, простые запросы. Справа видно, что домашние задания выполнены на 100% и видна оценка. Кроме этого, есть домашнее задание, которое называется DML. Вы его можете выполнить. Возьмем другую дисциплину, такую как экономическая информатика. По экономической информатике мы видим все домашние задания, которые нужно выполнить студенту. Первое домашнее задание за 2 апреля. Справа видно, что это домашнее задание выполнено на пятерку. Второе домашнее задание не выполнено и предстоит выполнить студенту. Кроме этого, студенту предстоит выполнить тест. Если мы зайдем в компьютерную графику, то мы тоже видим, что по компьютерной графике студенту необходимо выполнить одно домашнее задание. Как выполняются домашние задания? Выбирается домашнее задание. Выбирается пункт меню «Материалы», кнопка «Воспроизвести домашнее задание». Прочитайте внимательно, выполняйте все указания преподавателя. Итак, первое. Посмотрите видеоролик. Если щелкнуть по кнопке «Плей», начнется демонстрация видеоролика. Вопрос. Ниже в текстовом поле преподаватель просит ребят привести не более пяти примеров, где встречается в жизни векторная графика. Студентам достаточно щелкнуть в это поле, напечатать примеры и так далее. Если ваш ответ занимает большой объем памяти, или это презентации, или это видеофайл, или это какие-то другие типы документов, то вы можете этот документ добавить к вашему ответу. Я выберу документ, например, документ номер 1 и его открою. Этот документ прикрепляется к ответу. Щелкнув по кнопке «Законченный» и щелкнув по кнопке «Закрыть», ваш ответ будет отправлен преподавателю. В пункте «Обучение» вы можете посмотреть расписание на неделю. Вы его можете увеличить, вы можете попробовать все пункты, которые здесь находятся. Например, посмотреть общее расписание классов. Если вам нужно выйти, вы заходите в правый верхний угол, в кнопку и отключаетесь от этой программы. Спасибо за внимание. Надеюсь, у вас все получится. Продолжение следует...